Всем привет! У меня сегодня такое флоговое кухонное прям видео. Будем с вами изучать одну вещь. Вот смотрите, что мне сегодня муж раздобыл. Сейчас я вам покажу. Вы, конечно, не поймёте. Объясню. Та-дам! Вот такие вот штуки. Что это? Это у нас фегателли. Фегателли. Тосканское блюдо. Делают её в духовке. То есть это получается у нас фегату печень. Печень в свином жире сали, как оно называется. Внутренний жир, да? Я так понимаю. И вот сейчас это мне всё предстоит готовить. Честно сказать, ни разу я это дело не готовила. Поэтому пришлось сейчас сесть, изучать, как это делается. И будем с вами готовить вместе. То есть это блюдо будет у нас в духовке. Немножко хлеба добавлю. Ну, сейчас по порядку. То есть блюдо у нас тосканское, традициональное, традиционное, тосканское блюдо. Конечно, мне нравится, как это всё сделано, всё это отдельно. Сейчас я переделаю по-своему. Итак, мне понадобится хлеб. Я хлеб беру, вот взяла свои черриолы, ещё замороженные, конечно. Я сейчас замучаюсь резать. Сделаю раз, два, три, четыре, четыре или восемь кусков. Посмотрю, сколько у меня здесь получится. Так, это достаточно такой широкий кусок. Ну, ещё замёрзший, зараза. Ладно, режем. И сейчас буду мудрить. Сходила уже, ободрала свою живую изгородь. Лаврушка. Кстати, вот жила, наверное, с год, не знала, что это такое, что у меня есть лаврушка. Плакала, что нет лаврушки. Приехал папа, сказал, что ты плачешь, вот у тебя вся изгородь. Это лавровый лист. Спасибо, папа. Так, что хочу сделать? Хочу пересадить на шпажки, на длинные это всё, чтобы потом было проще маневрировать эти. Поэтому я, наверное, вытащу вот эти. Это всё у нас закреп, получается, чтобы жиль не слетал. Наверное, вот таким вот образом что-нибудь сделаю. Мне надо найти тут ширину. Вот, по крайней мере, какие. Продольно вытащу. Вот. И сейчас будем нанизывать. Получается, таким образом. Что мне понадобится? Лаврушечка. Хлеб порезала. Так, куда бы его. Начнём на раз этого. Таким образом. А, проблема проткнуть. Так, лаврушечка. Вот этот такой хлипкий у нас. Хлебушек. И так далее. Сейчас мы это всё дело замутим. И вот, что у меня получилось. Так, 6 шариков у меня, да? Две шпажки будет. Сейчас это дело буду обжаривать. По идее, сюда надо свиной жир. Свиной смолец, как он называется правильно, да? Но у меня нету, поэтому буду делать наливку в масле. Что делать? Как-то надо выкручиваться. И обжариваю 3 минуты с каждой стороны. Обжарились у меня. И подливаю немножечко белого вина. Протушу чуть-чуть, и всё. Можно будет в духовку. Итак, обжариваю, протушила. Вино осталось чуть-чуть. Допьём сейчас. Чё добро пропадать. И ставлю в духовку на 180 на 25 минут где-то. Первое блюдо. Не буду сегодня ничего такого изобретать. Будет у нас паста и прям с помидорным соусом. И всё. Простенько. Да, вот второе будет у нас фига-тель. Если это греется, иду проверять. О-о-о-о. Это знаете, что у меня на черёла? На хлеб стоит закваска. И она у меня практически подошла. Надо делать хлеб. Господи, как всё делать вместе. Девочки, я решила рискнуть. Короче, сделаю пока... Пока у меня вода греется на пасту, сделаю тесто. Ну, постараю сделать. Машина сама будет месить. Но в итоге надо будет домешивать там руками, распределять тесто. Ну что? Поехала полчаса до обеда. Сделаю её. Справлюсь или нет? А то не хочу печь ночью. Потому что подойдёт оно поздно. Тесто. Хотелось бы пораньше. Поэтому надо до обеда успеть. Постараю. Всё, побежала. Вот, тесто месяца. Не могу включить на большую скорость. Месить, потому что я боюсь, что у меня свет отключится. Не потянет духовка и вот эта машина. Ну, в общем-то, пока справляюсь. Муж пришёл, помогает с пастой. Делает пасту. Я тут на тесте и второе блюдо контролирую. Сейчас салатик нарублю. Тесто моё готово. Сейчас я его подмешу. Разделю на две чашки и поставлю на подъём. Я справилась, девчонки? Да, беда, ведь и стол уже накрыт. Готовое тесто ставлю в тёплую духовочку. Пусть поднимается. У меня несколько минут перерыв. Мы покушали, всё приготовили. Сейчас надо посуду. Ну, прям, знаете, лень. Уже лень что-то делать. А ещё куча-куча дел. Тесто моё почти подошло. Ну, почти подошло. Ещё надо часочком подходить. И скоро надо будет уже формировать булочки. А ещё мне надо в магазин сходить. Вот когда? Даже не знаю. Сижу на улице. Такая жарища. Вот что солнце бьёт на меня. Освещает. Жарко в чёрном сидеть. Прям вообще припекает очень хорошо. Ну, на улице где-то 25 градусов. Вообще, да? По термометру. Ну, здесь вот, где я сижу, за 30-32, по-моему, наш термометр показывает на крылечке. Ну, здесь ветра сильно нет. Солнце печёт, припекает. Поэтому прям жарко. Можно спокойно загорать, сидеть. Вот спокойно. Начало октября красивее и лучше, чем прошёл сентябрь. Теплее. Тесто ему подошло. 4 часа дня. Я так успеваю, думаю, до ужина всё это сделать. Красота! Сейчас буду заниматься разделкой. Деживил? Нет? Продолжаю работать. Мой драгоценный муж возжелал завтра пиццу. Поэтому я сегодня делаю тесто, а печу буду завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, тесто готово для пиццы у меня. Пойду проверю, что у меня здесь. Ну, здесь ещё им подниматься и подниматься. Ну, и полчасика точно. Да, даже больше. Поэтому я пока подожду зажигать печку. Можно немножко отдохнуть. Девочки, пока мои булочки там поднимаются, у меня несколько минут вот закончу ВТОшку. Вчера, видите, закончила я наконец своё изделие. Сейчас про ВТОшу тут останется немножко пропарить. Вот эту вот часть верхнюю, и всё. Я вам сделаю, кому интересно, девчонки мои, вязальщицы, сделаю, может быть, видео по этой шале. Тут есть что рассказать, конечно. Ладно, работаю, продолжаю. Ну, вот, практически подошли. Осталось чуть-чуть как раз. Я затопила печечку, и когда будет готова, уже буду помещать в духовку. Заодно тут, смотрю, видите, одним глазком играет Италия с Аргентиной, волейбол, мировой кубок. Ну, нормально идут пока. То есть успеваю ещё здесь поболеть за них. Так, печечка моя топится. Сейчас я буду закидывать туда ещё дровишек. И останется подождать, пока согреется. Ну, наверное, минут 25 уйдёт. Пока печечка у меня растапливается, потаскаем орешки домой на ночь. Девочки, ставлю моё тесто на ночь на холодную ферментацию. Кстати, сразу извиняюсь за термины, потому что мне по-русски сложно говорить. Именно кулинарные эти термины. Брыжение и ферментация. Вещи разные, я знаю. Да, в данном случае я, правда, на ферментацию поставила. Дображивать уже будет завтра у меня днём. Достану его, согрею. И уже потом буду делить. И уже шарики пусть у меня там поднимаются, бродят, да? И потом будем делать пиццы. Допекаю последнюю партию, девчата. Успела я даже с авансом, так сказать, к ужину. Будет у нас хлебушек свежий. Время уже в семь с половиной, наверное, уже темно достаточно. Мыши летают, которые летучие, прям низко так почти задевают. Ну вот. Луна почти полная. Мыши летают, прям интересно. Девочки, не удивляйтесь, я тут руюсь в ночи в огороде. Хлеб запекла, но надо же делать ужин, что сделаем. Сегодня у нас будет аперитив, наверное. Я нарву вот этого лучка и замутим бутерброды со свежим, только что испечённым хлебушком. Практически ночь, темно. На этой ноте я заканчиваю. Девочки, не пугайтесь, мальчики, не знаю, если есть. Тоже я без макияжа абсолютно сегодня работала дома. Зачем? Поэтому вот так буду вас пугать немножко. Ладно, заканчиваю. Сейчас буду делать ужин, готовить ужин. И всё. На этом спасибо, что заставили мне сегодня компанию. Мне не было так скучно работать. Ну, заодно, я надеюсь, что-нибудь полезное, может быть, себе подчеркнули. Хотя бы с работы с тестом. Всем пока и до новых встреч! Покажу, какой мягенький хлебушек сегодня получился. Вот такая вот пухляшечка нежная. Сегодня тесто было немножечко пожирнее, чем обычно. Они более воздушные. Вот такие вот бутербродики со свежим хлебом. То есть это у меня здесь творожный сыр и порубленный зелёный лучок. Продолжение следует...